Продолжение следует представить, я был Газарий Зартович, я заведующий отделением охраны цивилизационного здоровья и так далее. Сегодня мы с вами будем говорить о декорации. Материалов будет достаточно много про нормальный инструальный цикл и нарушение инструального цикла. Хотя бы большое дело в декорации, но так как у вас достаточно статистично, получается, что-то в учетах, поэтому мы знаем, что вы сделаете вместе. Господа студенты, это не кандидат медицинских наук, это доктор медицинских наук. Не смотрите то, что у нас написано. Не поменяю. Доктор медицинских наук. Для того, чтобы понять очень многие кинекологические заболевания, один из обморкованных заболеваний, мы должны знать, что мы должны регуляцию инструального цикла. Пока мы не будем знать то, что нам очень трудно будет понять патологию. Я сам, наверное, один из моих любимых слайдов, это регуляция пунктов этой системы. Хотя, по большому счету, это регуляция пунктов этой системы. Пятый уровень – это система, мы должны четко это понимать, в основе которой лежит контроль регуляции по принципу отрицательных разных связей. Пятый уровень – это первая кора головного мозга. Вы понимаете, что все наши заболевания, все сигналы и русские головного мозга. Второй уровень – это гипоталантус. Четвертый уровень – это гипоталантус. Четвертый уровень – для регуляции пунктов этой системы макеталитичники, по большому счету, все эфектирические макеталитные железы. Это яичники, щитовидные реагивы, охочники. Пятый уровень – это органных мышечных, в том числе матка, шепь матка, матка, сверху, бабка, чем железо и другие. Смотрите, говорите, да? По большому счету, все эфектирические макеталитные железы вырабатывают гомоны, которые влияют на весь организм в целом. А если, нет такого органа, на который гомоны не влияют, Вы понимаете, да? Просто мы говорим про мишени, на которых это влияние представляется более значимым. Посмотрите, да? Так, чего-то там не так. Я рассказал, что основной механизм, которая существует в системе, является механизм отрицательной обратной связи. Это, на самом деле, зависит отрицательной коронавируса, принцип коронавируса. Потому что самое главное, да, в стенках сосудов, особенно в теоретической зоне, в области гипотерамуса, находятся рецепторы, которые очень чётко влияют на концентрацию гормонов крови. Мы понимаем, что все гормоны, да, все железы внутренних секретов гормонов вырабатывают в крови, да, и поэтому мы можем чётко понимать концентрация крови гормонов одних может быть выше, других ниже, да, и на это чётко реагируют область гипотерамуса. Как это происходит, да? Если гипотерический эндокринный гормонов, которые вырабатывают в гипотерическом эндокринном железе, будет мало крови, получается, что начинается активация гипотерамидной системы. И происходит активация всей среды для того, чтобы начинали активно работать гипотерические эндокринные железы и начинать синтез гипотерических гормонов. Как только концентрация гормонов крови зашкаливает, понимая, да, что гормонов стало очень много, организм даёт сигнал для того, чтобы произошло торможение гипотерамидной системы, которая перестаёт активировать эндокринные железы, и переста снижается синтез гипотерических гормонов. Вот как раз это есть отрицательная обратная часть, которая характерна для любой эндокринной системы. Но для репутинно-системных женщин существует ещё механизм положительной обратной связи. Это единственный механизм, который бывает только в лице системы, только у женщин. Почему это происходит? Я понимаю, что у женщины двух классовый менструальный цикл. И это нужно только для того, чтобы у женщины наступила агуляция. Агуляция будет наступать у женщины, когда происходит максимальное физическое здоровье, когда организм понимает, что организм готов к беременности, наступление к беременности, и тогда будет наступать положительная, по принципу механизма положительной обратной связи, будет наступать агуляция. Мы сейчас немножко за этим расскажем. Как это происходит? Чем большая стабилизация в организме женщины, чем выше эстрогенный фон, тем вероятность того, что наступит беременность, и будет идти как беременность, гораздо приятно, выше. И поэтому агуляция будет наступать только при максимальной концентрации эстрогенов в колене. Чем получается смотреть? Для того, чтобы активация гипофиза наступила, по принципу отрицательной обратной связи, уровень гормонов снижается, начинается активация по результатам цельной обратной связи. Но когда гормонов становится очень много эстрогенов, как пример, по принципу положительной обратной связи будет наступать агуляция. Давайте некоторые вещи пролистывать, потому что вы, в принципе, знаете, давайте поговорим про гипоталямус. Центральная система гипоталямус – это субстанция нервной системы. Правильно же, да? Гипоталямус – это высший гипоталямцентр, кормивающий функция всех нервных систем, поддерживающий гемостаз. Гипоталямус находится в центре женитости организма, вне нашего сознания, как называется внутренний гемостаз. У нас, для того, чтобы сходила женитость организма, нам наше сознание не думает. У нас сердце обьется, перестанет, сосуды сжимаются. Это же зависит от нашего сознания, понимаешь, да? Это всецентрная функция гипоталямуса. Гипоталямус – это состав стволового мозга, древнейший, это структурный вид единицы головного мозга, которая отвечает за наши женитости. Между центральными системами головного мозга, и БТА-мусу, происходит достаточно хорошо взаимосвязь, потому что это структуры нервной системы, и они происходят по действиям нервных импульсов. Гипоталямус – это место синтеза за уделение всех тропных карманов, непосредственно завершивающих функций гибридических эндокринных желез. Но четко даже понятно, что гипоталямус – это эндокринная железа. Понимаете, да? И самое привлекальное именно сообщение между гипоталямусом и гипоталямусом. Потому что, понятно, что в алкоголе волны мозга влияют гипоталямусы, по чьей мере импульсы, а нервных импульсов гипоталямусы не могут, потому что гипоталямус – это все-таки эндокринная железа. Как все-таки происходит в связи между гипоталямусом и гипоталямусом? Существуют определенные гормоны, которые, по большому счету, не являются гормонами. Это средний между нервным гипоталямусом и гормонами, которые вырабатываются в гипоталямусе и эндокринские рецепторы в гипофизе. И вот посредством этих гомотопидов личных гормонов, или, правильно бы назвал, гомотопидов личных факторов, происходит активация или супрессия гипофиза в подъезде гипоталямусе. И вот это уникальная система, которая существует только у человека, который соединяет нервную ткань и эндокринную ткань. И потом, когда активируется гипофиз, как говорится, в гипофиз начинают активироваться гомототропные гипофизы. Почему они называются тропные? Потому что эти гормоны активируют эфирическую эндокринную железу. Почти все они синтезируются в передней дозе гипофиза, называемой гипофизы. Там происходит синтез тропных гормонов, которые отвечают за действие на гранатные гомотропные гормоны, которые влияют на контролирует действие локточка тандемных вортикотропных гормонов, которые влияют на контролирует действие на работу в четырнадцатых. Или атропный гормон, но еще есть там самартропный гормон. Не влияет щеколотки, но все это, в принципе, относится к атропным гормонам. Мы сейчас четко понимаем, что в фокусе основные гормоны, которые влияют на пункты гранат, является ЛГФСГ. И здесь привезло подтверждение, что гранатные гормоны в ФСГ влияют только для того, чтобы происходила активация гранат. Но если не совсем правильно, как мы вчера разбирали по поводу гранатных синдромов, основной идеей влияния на гранатические проведения гранатных синдромов является получение гранатных гормонов. Но все-таки гормоны, конечно, в ФСГ основное это делает то, что происходит семья вещества. Личники, диететические гранатные железы, в которых происходит синтез гормонов. Гормоны стероидов, гранатных, 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 гранатных. Это все гормоны стероиды природы. И поэтому, когда мы будем говорить по поводу гранатных синдромов, мы будем говорить, что для того, чтобы нормально пенсионировать лечник, нужен кристеролин, нужен кристеролин. Потому что кристеролин является производным для синтеза именно кристеролин. И поэтому очень ошибочно делают женщины, которые начинают, когда хотят побудеть, начинают жаровать. Доказано, для того, чтобы лечник хорошо работал, для организма женщины 1-17%. Продолжение хвостей, как крестное должное направление, это больше, чтобы указать не повредит высокой плотности, а не повредит низкой плотности. Можно сказать, что основными гормонами, которые вырабатывают жительницы этой строгины, они служили на определенные гормоны для женщины, которые влияют и на амблинование организма в целом, для того, чтобы активно было сделано для реплодируемых теканей. И поэтому мы делаем диаболгические данные на привозную межкальность. На реплодируемых теканях также действуют истребления. Мы производим поликрацию клеток низкой оборочки в влагалище, поликрация эндометрия, гипертрофия неометрия, циклеоцитивительных каналов и рост протоков новой джинс. Если вот так вот подумать, для чего это надо для женщин? Что происходит? Женщина готовится к инвестиции. Вот как раз все эти изменения происходят в организме, для того, чтобы уступила к инвестиции. Но самое колоссальное действие астрогенов на межковых тканях, на межковых тканях, на межковых тканях, это в первую очередь, конечно, стремятся росты и развитие костно-мышечной системы. Уменьшение средств остальных желез, снижение уровня гипертной плотности, повышение гипертной плотности, в этом межковых тканях по женскому типу. Вот когда начинают запускаться личники, у девочек предприниматель, мы как раз видим клиническое управление действия астрогенов. Что происходит с девочкой? И они начинают с девочек, с поносной девушкой. Рост девочек, да? В первую очередь начинают рострубческий костный. Девочки начинают быстро расти, да? У низкой дозы астрогенов на первом этапе возле истин происходит рострубческих костей. Но потом, когда концентрация астрогенов повышается, мы видим формирование уже фенотипа по женскому типу, но при этом высокая концентрация астрогенов начинает закрывать зону роста. Мы потом к этому вернёмся, поэтому у девочек много занятий, у которых рано начались иллюстрации, не такой у нас что будет, либо с толковой ткани, у девочек, у которых иллюстрация началась потуже, а то есть реализация не стала потуже, как всегда, либо более высокого роста. Уменьшение астрогенов социальных революционных живых нескольких трудностей или живых тканей по женской теме. На первых этапах, когда происходит синтез астрогенов на астрогенов, когда астрогенов не очень высокая, то они действуют на примерные те же рецепторы организма женщины и девочки. И поэтому, в принципе, у них действует иллюстрация астрогенов на астрогенов. Они упадлись в астрогенов на астрогенов, девочки начинают прощаться с девочкой, превращаются в женщин. Но потом, когда концентрация астрогена увеличивается, когда происходит дифференцировка рецепторов к астрогенам и к эндрогенам, действительно происходит от того же действия. поэтому мы видим, когда у девочек мало астрогенов, больше астрогенов, мы видим у них биоэклинические проблемы. То же самое, когда у женщин очень много астрогенов. И поэтому мы можем увидеть, когда у женщин, как мы говорим, что астрогенизация астрогенов высокая, а какие астрогеновые женщины? В смысле? Высокая стадионистичность. Понимаешь, да? Они были такие? Женостные, публициные, да? Назиральные. Назиральные. Назирные. Назирные. Поэтому у девочек, у которых астрогенизация не очень высокая, это, да, где происходит больше концентрация активации рецептов к астрогенам, девочки будут такие, может, поклонные мальчики. Понимаешь, да? Второе. Есть действие прогестерона. Прогестерон вырабатывает в желтом теле. Мы уже расскажем, да? Также у прогестерона есть действие на репутинных и мегаплутинных тканях. На репутинных тканях смотрят на окрасе репутерия влагалища, мучение естественных трекарных каналах, она проектирует действие на эндометность, астрогенную эндометность, все время отличие от репутерии молочных желез. Вот, смотрите, они делают прогестерон практически по противоположным действиям действиям. Понимаешь, да? Посмотреть, когда женщина готовится к беременности, и, во-первых, вот так, нужно очень многое сравнение. Но потом, когда у женщины стеклируют беременность, то процессы, наверное, должны немножко для остановиться. Как раз, как репутерон, когда вырабатываем желтое тело, он нужен для того, чтобы женщина не может вынесла беременность. Понимаешь, да? Для того, чтобы матка не сокращалась, кто-то должен поджаркнуть такой матки, конечно, да? Но все действия для того, чтобы женщина любимый цветок выносит. На биологические действия регистрированы нами, где в груди, в груди, в груди ткани, в принципе, минимальные. По большому счету, мы знаем только практики теста для гидокермических эффектов и нахообиотических эффектов. Ну, и основное, наверное, действие для его измекручивых тканей обладает их противопаративным эффектом. Если мы говорим под действием астрогена, в организме женщины все растет, правильно же, да? То, как раз, вот, прилистерон защищает ткани, плюс, до большого противопаративного действия астрогена целого лица. Мы все равно будем говорить по поводу гормонозавистенных заболеваний, гормонозавистенных заболеваний, как раз на происходит нарушение взаимодействия ристолинов и ристронов. Там, где мы видим гиперстрибни, как раз мы видим гормонозавистенных заболеваний. «Надо что-то включить?» «Вы хотите вернуться к той презентации, которую вы показывали?» «Ну давайте, а может если вы это включите?» «Я сейчас включу, ещё раз». Гиперстрибни Сейчас давайте поговорим про нормальный мунистральный цикл. Есть практический мунистральный цикл, и эти мунистры называются сами себя, но чем нафиг, это отдельный пункт, который мунистральный цикл, это определяющий движение деятельности в данном металлическом системе. Это все изменения, которые происходят из него организма женщины, определяющий мунистральный цикл, под действием в предприятии гормона, который находится в яичниках. Прикреподимация каждого цикла является мунистральный карточек. Это мунистральный цикл, это две изменения, которые происходят в яичниках и наточных. Но и еще раз, это действие достаточно усвоенно. Мы должны четко понимать, что изменения организма женщины происходит во всем организме, от кончика головы до кончика платы, везде происходит изменение, более или менее выросшенное. Наиболее выросшенные изменения происходят в матке и в яичке, и поэтому мы верим в избрание эпического цикла. Хотя в принципе это все происходит и на время. Смотрите, как это произойдет. Во время ляпки, ляпки всегда есть хорошая картинка, и мы видим изменения, которые происходят в яичках матки, и те происходят изменения синтеза гормонов по приемам нейтральных циклов. Для чего это надо? Для того, чтобы понять, в каком пазе нейтральных циклов на проте женщины, для того, чтобы произвести оценку нейтральных циклов, это произошло в яичках маточных нейтральных циклов. Как deletedeger solving из нижvs аэтих, и на проте женщины украиного цикла мы видим, что мы видим это д aparecer gases. В яичке маточных нейтральных циклов включают 3 фазы. Фаза мифрации, фаза консформации, перристративные фазы и перристративные фазы. Яички compositorных циклов только раз включают 3 фазы. Полистор hasee causing интерфаза как остаток Straight, Те, кто занимается медиагностикой, могут вот эти изменения и как раз прошел полностью, ну или можно видеть это конституция горшины. Ну давайте посмотрим, как это на счет происходит. Если смотреть по внешних циклах, то есть изменения, которые происходят в матке при нормальном устранном цикле. Первая фаза – это фаза менструации или фаза дисфломации. В это время происходит отторжение эндометрия, которая на жесткость в предыдущем цикле. По большому счету это мы видим в временной факторе. Хотя по большому счету это должно быть так. Сначала должна быть фаза секреции, пролиферации, потом фаза секреции, и потом если бред наступил, должна быть фаза дисфломации. Вот этот эндометр, который мы увидим в этом цикле, торгается эндометрик, который нарос в предыдущем цикле. Правильно, да? Изменения в личности, как говорится. Да, мы смотрим, как растут у нас фолиумы. Здесь, вот у нас доктор Таре, мы должны напоминать, что все думают, что в первой фазе цикла основное действие поликулосунического органа. Конечно, это правильно, и действие простое поликулонез только по действию поликулосунического органа. Хотя это, конечно, в корне неправильно. Был... Вы знаете, что она плохо показывает? Я буду в таком показать. Это в верхних ростах? Там просто это в экране не показывали, а так она показывает. Количество антральных поликул в женщине строго ограничено, да? Мы не можем регулировать этот вариант резервы женщины. Это то количество энциклета, которое женщины, наверное, приношли. Существует, как вчера показывали, говорится, оценка вариантов зерова, оценка антимирового гормона. Что же происходит, говорится? Мы сначала видим три антральные фолликулы. Они, которые находятся в глубоко плотном условии, называемые спящие фолликулы. Которые, по большому счету, они в размере очень маленькие, говорится, да? Они ползают практически не так. В определенные циклические изменения в женщине при нейтральном цикле происходит активация или, так называемое, присыпание определенного количества фолликулы, которые сначала происходят через них. Примориальные фолликулы, тумориальные фолликулы, когда они будут коровы, типа первые, типа потом мы видим уже те фолликулы, которые начнут развиваться в преддоминантной политике. С каждой администрацией количество фолликулов, которые будут активироваться, вымещаться, и количество остальных фолликулов всегда будет уменьшаться. Понимаете, да? Поэтому мы говорим про оценку, когда говорим про оценку вариантов резервов, то есть мы говорим, что у женщин ближе к 40 годам, мы очень часто видим истощение вариантов резервов. Потому что чем больше у женщин в нейтральных циклах, чем больше она тратит в фолликулов, тем быстрее их истощается в вариантов резервов. В лече, как мы видим, когда в нейтральном цикле, мы можем смотреть, да, по ОЗИ, только начинаем принимать антральные фолликулы. Ну, это начало антральных фолликулов. Потом, да, они по диаметре где-то 1-2 мм. Вот с них как раз и мы начинаем один отличный цикл. Под действием гормонов из антральных фолликулов, да, они начинают формировать сначала фолликулы первого, второго, первого цикла, потом из них принадлежат ретерминатные фолликулы. Вот в первой фазе, которая соответствует фазе proliferации яичника, когда растёт эндометр, да, происходит изменение яичника. Дисклеймер, да, я на центральных фолликулов должен сформироваться в даст глинух фолликулов. Это происходит под действием гормонов. И не только под весь его сигнур гормонов, а под действием антрогена, под действием гетоничного гормона, под действием эстрогена. Как это происходит? Смотрите, да, сначала начинает активация гетоничного гормона, всегда. когда под действием литеричного гормона происходит активация антральных фолликул. И для того, чтобы эти антральные фолликулы проснулись, очень много гормонов, в принципе, не надо. Литеричные гормоны будут вырабатываться даже, сколько бы ни было, будут вырабатываться, и постоянно происходит в каждом цикле просыпание-непросыпание любого количества антральных фолликул. Эти фолликулы начинают тихонечку расти. По ацитам клеток, которые являются кирпичком личного ткани, есть оболочка, в которой оболочка с основной клетки находятся клетки гранулезы, и с основной клетки находятся теко-клетки. Теко-клетка как раз находятся клетки, которые активно активируют под действием андрогенных гормонов, под действием тестостерона. И вот смотрите, как это происходит. Под действием андрогенных гормонов начинает активация теко-клеток. И под действием теко-клетки начинают на тесную клаворушку синтезировать тестостерон. Который гормон, андроген, который прормируется в лечьях. Эти андрогены начинают, вот под действием андрогенов начинают просыпаться, андральные фоллипы начинают развиваться рост. Это под действием андрогенов, у нас фоллипы вылезутся где-то так, 3-4-5 мм. Потом начинает активироваться фоллипура синюшего гормона параллельно вот к этому, да? Фоллипура синюшего гормона активирует клетки гранулезы. И в них начинается трезент эстроген. И вот эти эстрогены, а потом происходит очень много влияния инкармонов, как в ОНГ и ФСГ лакоэстралгенах и тестостерона. У него же один фальпульсинкармон, то под действием фальпульсинкармона умирался доминатный фалин. Потом мы видим в матерической фазе фазу секреции, когда под действием фальпульсинкармон, начинается тот эндометр, который вырос, происходит изменение, чтобы эндометр разрыкнулся, чтобы в нем появились скверизации, спиралитные аптели, чтобы произошел оттек эндометрии, нужен пренгстерон. В это время, когда мы видим, после того, как поступила эволюция, фальпульсинкармон формируется в желтое тело, которое синтезируется пренгстероном. Эти изменения все характерны на гормональном уровне ГЦД. Для того, чтобы уступила менструация, нужно, чтобы уровень гормона был низкий. Как это происходит? Если взять сначала ГЦД, по принципу отрицательной связи уровень эстрогена к прогестерону при эллюстрации низкий. Правильно же, да? И начинает активация эллютринижего гормона и фолликула с эстрогеном. По действию эллютринижего гормона будет активироваться текоклетки, будет синтезируется протестерон, по действию фолликула с эстрогеном. В первую фазу мы видим сначала подъем уровня эстрогена, правильно же, да? И здесь мы видим как раз увеличение фолликул для того, чтобы он поднялся длина эстрогеном. Потом, когда эстрогензация будет достаточно высокая, правильно? К 14 дня по принципу положения обратной связи будет предэллюторный выброс эллютринижего гормона, когда идет эволюция. В полузе как мы можем видеть эволюция? Динамик. Разве действия? Динамик, правильно же, да? Эволюция это одноументный разрыв эллинатных фолликул. Мы в полузе можем увидеть, но мы можем увидеть только последствия, да? Вот, например, мы видели как растет у нас фолликул, сначала там было 5 мм, потом 112 мм, потом 17 мм, потом 22 мм. Что происходит на доминантных поликул? Доминантных поликул уменьшается размером. Великулярная жидкость изливается. Куда она будет изливаться? Она будет изливаться. Низь, как говорится, мы ее видим с антиматорической пространцией после пространства. Поэтому, когда мы посмотрим, мы видим жидкость в железной пространстве. Что мы видим с доминантной поликулом? Доминантная поликул сначала ровненький, ровненький. Понимаете, там что-то себе много. Он произошел в углу, произошла овуляция, да? Ча жидкости. Взлилась, говорится, доминантная поликул уменьшается размером. Понимаешь, да? И стал в ней нейтральный ход. Это как раз мы видим формирование желтой кегли. В желтом кегле, как говорится, начинается персинтезируется прогестерон. Чем больше персинтезируется прогестерон, да? По типу отрицательной поликулы связи, снижается отрицательная гормона. Понимаешь, да? Чем меньше отрицательных гормонов, тем меньше разживет желтая тела. И в конечном счете, говорится, да, мы видим, что к концу министрального цикла, если билинце наступило, мы видим, концентрация строгенов падает. Концентрация прогестерона падает. Концентрация ЛГФСГ падает, как от себя. Для чего вообще нужны эти изменения в организме женщины? Для того, чтобы наступила беременность. Конечно, под действием эстрогена эндометрия вырос, возошла эвуляция. Под действием прогестерона эндометрия у нас стала текаться. Конечно, там стали пластать сосудами, иннервация, появились кровей и артерии. Для того, чтобы, если туда он потом пойдет, полноценная цикла она упала, и чтобы было полноценное питание для 30 лет. Для того, чтобы беременность отступила, нам нужно, чтобы было полноценное желтое тело. Полноценное тело вырабатывает до старшего количества прогестерона. Желтое тело будет у нас в ДДД, здесь будет только под действием двух гормонов. Под действием технических гормонов, которые вырабатываются в нормальной менструальной цикле, которые, по принципу, отрицательные 20 часа, в со временем будут снижаться. Или под действием ДККЧ, когда наступает беременность. Понимаешь, да? ДККЧ поддерживает желудение желтого тела. И поэтому прогестерона продолжает функционировать. Работа прогестерона – это прогестерона для того, чтобы беременность сохранилась. Если беременность не наступила, получается, что ДККЧ нет, и в ДДДД будет снижаться, прогестеронное тело, или желтое тело сничет тоже сколько уже. Да, уменьшаются размеры, потому что оно уже поживет, под действием ДДДД. Наконец, еще, как говорим, прогестерона будет мало, желтое тело нет, ЛГЭ будет падать, астроген будет падать, ЛФСГ будет падать. Что же происходит тогда с маткой, с эндометрией? Эндометрия у нас как стой кило яви на столкате. Мы дали команду, а здесь астроген, эндометрия выросла. Дали команду, под действием прогестерона произошло, этот эндометрия набух, отек, он стал тяжелым, у него появились крови в дортеле, говорится, да, ремесная ступинасть, гормонов нету. Правильно же тогда, да? И тогда, когда у нас происходит резкое снижение всех гормонов, эфирических, эндометрия, происходит отторжение этого эндометрия, как говорится, наступает фаза эдемитрации, фаза дискомнации. Эдемитрация наступает на то, что все гормоны приходят к резальному блоку. Самое главное, мы должны четко понимать, что гормоны всегда влечественной ворабатываются. В какой фазе эдустриального цикла мы не посмотрели гормоны абсолютно нереально, когда они нужны. Понимаешь, да? Всегда, как говорится, да? Видите, скачки гормонов достаточно высоких, как говорится, для того, чтобы они не провели оценку эдемитрации, если блюдки, когда мы идем, происходит забор физических органов. Для того, чтобы посмотреть базальный уровень гормонов, нам нужен подробный день эдустриальный цикл. и протестерон осмотрим 16-20-летний устраниц. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете? Вы говорили, что гормоны эстрогены протестерона вырабатываются в ящиках. А если первая женщина будет кастрация? Ну, не будет ящиках. Мы рассмотрим гормоны. Гормоны будут низкие или не будут вообще? Ну, ящиках нет? Гормоны будут всегда. Почему? Они тут всегда? Всегда. Так, чуть-чуть попробуйте. Сексигармоны будут вырабатывать всегда. Есть гонадный, нет гонад, конечно, потому что есть гонадный сексигармон, есть экстрагонадный синтез гонад. Понимаешь, да? Вот, например, да, бывает такая ситуация, говорится, у личников нет, у женщин нет гормонов. Поэтому, по-моему, у женщин нет, говорится, где появятся гормоны. Гормоны будут синтезироваться всегда. Более или менее концентрация, говорится, потому что, если даже нет у личников эстрогены синтезируются, это гормоны синтезируются. Гормоны могут синтезироваться у женщины. Ближейкой, могут синтезироваться с малыми сальниками. Правильно, да? Плёные холические холики синтезируются, надпочниками. Понимаешь, да? Конечно, гормонов уже меньше, чем должно быть. Абсолютно нуля никогда не будет. Когда такой вопрос, как посчитаете, а у мужчин, если мы возьмем, например, у меня, возьмем гормоны, у меня с трогеной группы-то не будет, когда нельзя предоставить? Эстрогеной группы-то не будет. А вот, мы сказали, что с мужчинами и женщинами все достаточно просто. Мы сказали, что ему легенды, но женщины вырабатываются. Они вырабатываются на почеках, вырабатываются с ничьяков. Помните, да? А эстрогеной женщины вырабатывают только гранатами, женскими гранатами. Помните, да? Вопрос у мужчин. Эстрогены обрабатываются или обрабатываются? Эстрогены где могут обрабатываться? Могут или будут обрабатываться постоянно? Вот если взять уровень эстрогенов, не будет уровень эстрогена, они будут импульсированы. У мужчин с этим повышенного оживления. Хорошо, в основном это будет эстроген или не будет стабильный. Хорошо, давайте с сожалением. Откуда у мужчин, у нас же ящиков, а нет? Жировая ткань? А если жировой ткань нет? Значит, будут у мужчин гормоны? Будут постоянно, как говорится, в большей или меньшей степени. Потому что вырабатываются гормоны у мужчин и у женщин. Только дифференцировка ящиков и ящиков разная. Понятно, что концентрация эстрогенов у женщин будет разный и больше, которые обладают достаточно выраженным биологическим эффектом. Мужчин это тоже разрабатывается, но дифференцировка будет достаточно меньше. Теперь поговорим о данном урушении менструального цикла. Давайте еще вопрос по нормальной менструальной регуляции, нормальной менструального цикла поговорим. Может какие-то вопросы есть, чтобы сразу танцевать от печки? Я бы сказал, что все достаточно быстро, потому что, еще раз говорили, у нас очень мало, что мы поговорили как раз про нарушение менструального цикла. Давайте все-таки про нормальные. Если какие-то вопросы появляются, давайте вместе обсудим. Короткий цикл, 21 день. Мы предполагаем овуляцию на 9 суток. Если короткий цикл, то все же, чем 21 день. Нормальный менструальный цикл, по этой продолжимости, да? Мы предполагаем тогда овуляцию на 10 суток. С точки зрения регуляции гормонального цикла. Мы говорим, что в принципе овуляция должна наступить в среднем менструального цикла, да? Но это же практически такое бывает в стране редко. Почему бы? Если бы это было всегда 100%, как мы говорим, что она была на 40 дней менструального цикла, или там уже короткий менструальный цикл на 90 день, то не нужны были контрацептивы. Мы четко понимали, что в этот день, в это время время не надо, как говорится, а жизнь по жизни не надо, как говорится, да? И все. Понимаешь, да? Поэтому мы говорим, в сегодняшний момент, про условно-кваритулярные фазы, которые существуют. А мы говорим, что она существует, наверное, где-то в 5-12 день нутраноцикла, да? Фаза инферации с 14 по 25 день нутраноцикла. Овуляция наступает на 15 день нутраноцикла. Но на самом большом счёте цикл день огуляции может у женщины скакать. Он может у женщины наступить на 9 день, может на 14 день огуляции, может наступить на 16 день. Отчего зависит от уровня стратегизации? Понимаешь же? Я могу говорить, что в админатной фазе у нас должен планироваться к стремлению амикронных циклов, который нормально подступит на сей день нутраноцикле, да? Но он же может наступить в огуляции пораньше, может быть похоже. То же самое и у женщин, у которых короткие нутраноциклы. Если стремлению амикронных циклов будет достаточно, то огуляция может успеть и на 9 день, и на 10, и на 12, и на 13. Поэтому точно огуляции, когда прожила нутрация, вот что мы, мы не сможем. Мы можем, когда проводим огонь, мы можем увидеть, что регуляция уже наступила. Ну, просто, как мы смогли, и чтобы админат палитра у нас был гриппаж невозможен. Если пациент говорит, что у нее беременность наступила шестой день нутрационного цикла, это может быть правдой. Может. Ну, это то самое. Сейчас она была модель есть. Еще давайте вопросы. А вопрос такой, как Вы считаете, если доминант фолликул, например, был 20 мм, всегда будет опуляться или всегда будет опуляться? Вот смотрите, мы говорим, что смотрим фолликулу Генез, мы говорим, что чем выше доминант фолликул, чем больше там фолликулярной жидкости, которая синтезирует внутри фарабаза за счет клеток генеза, и в них синтезирует эстрогены. Как будто бы, чем больше у нас фолликул, тем выше у нас будет концентрация эстрогены. По принципу, отрицательная обратная связь должна с работой регуляция. Всегда ли будет у нас регуляция при доминант фолликул? Ну что может произойти с генеза на фолликул? Ну так с огурцами, фолликулярные киски. Во-первых, они могут уйти фолликулярные киски. Могут же, да? Да. Дальше растут, как говорится, а генеза наступила. А еще что может с ней уступить? Ну, персистенция. Ну понятно, еще что. Ну, куда он денется в фолликул? Отризируется. Отризируется. Он может не лопнуть, но может потихонечку-потихонечку уйти. Понимаешь, да? Потому что, если, например, говорят, что мы увидели доминант фолликул, завтра наступит у вас регуляция. Да? Дай бог, она у женщины может наступить. А может не наступить. Понимаешь, да? Потому что отрицательная или положительная обратная связь может не с тобой у женщины. Дальше, смотрите, мы говорим, что такое персистенция фолликул. Как вы считаете? То, что мы сказали, да? Киска появляется, да? Смотрите, как происходит. На первых, когда мы сказали, что антральные фолликулы, 5-6 фолликул начинают под действием гормона, начинают доски. Где-то на уровне 10-12 метров, из этих 4-5 фолликул, один начинает один раз будет доминант. Понимаешь? Продолжать, начинают доски. А что с остальными должны с тобой быть уйти? Отризирует. Отризирует, да? Так заложено, говорится. Они должны потихонечку уйти, потому что у нас должен быть доминант фолликул. Максимум 2, наверное, фолликула. Правильно же, да? Но бывает иногда ситуация, что этого не происходит. Растут все фолликулы. Понимаешь, да? Но они для растут 2-3 мм, фолликул и все будут изнатора фоллира, где-то 15-16 мм, как говорится, да? Это очень часто у нас характерно. Когда такая ситуация, мы видим очень часто. Один из полисов, может, и другой. Когда мы при каком состоянии можем такое убить женщину? Вот видим, например, 3-4 фолликулы, 16 мм, 18 мм, как говорится. При стимуляции, при гиперстимуляции бывают, там же, как говорится, мы не даем, мы уже экономим, и там уже эта регуляция не срабатывается. Или бывает, например, один большой фолликул, как говорится, должна немного сидеть, 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 и потом придать и скатиться, да? Или бывает, наоборот, как говорится, мы говорим о перситете желтого тела. И вот мы говорим, откуда появляется гиперститное желтое тело. Вот смотрите, желтое тело сформировано, скажется, да? Оно живет под действием гиперстических гормонов. В нем синтезируется протестерот. Протестерот становится очень больше, да? По той причине отрицательной обратной связи, ЛГ должна и снижаться, и снижаться желтое тело. Но не сработала отрицательная обратная связь, да? ЛГ может быть мало, а желтое тело продолжает функционировать гиперстит. И мы тогда видим перситенцию желтого тела. Мы должны понимать, что функциональные кисты – это за счет на уровне протегенез нарушения отрицательной обратной связи. Понятно, да? Не надо лечить антибиотиками. То, что мы видим, то есть, что терапия принимает, как говорится, да? Мы должны что сделать? Антибиотиками и будем нейтрализировать. Если у женщины появляются функциональные кисты – это хорошо или плохо? Как вы считаете? В норме этого не должно быть. В норме этого не должно быть. Ну, наверное… Здесь нормально? Да. Потому что мы говорим, когда… Хорошо, давайте такой вот клинический вопрос. Женщина к нам приходит, у нее идет задержка иллюстрации. Мы посмотрели на УЗИ, увидели округлое образование, диаметр 16 метров. Что будем делать женщине? Ну, мы скажем, да, скорее всего, это функциональные кисты. Скорее всего. Что будем с ней делать? Ну, Катер, ну, что надо делать-то? Сколько надо делать-то? У нас в штанах задержка иллюстрации. Задержка иллюстрации две недели. Мы сначала исключим беременность. Сделаем такой чек, посмотрим, есть беременность или нету. Да, согласно Казахстан. Сделаем так как бы, но мы перелимем. Понимаете, что у нее задержка две недели… А куда трепетиться, если это в иллюстрации? Нет, задержка в иллюстрации. В смысле не… Вот у нее, например, была последняя иллюстрация, 45 лет назад. Вот у нее должна была в иллюстрация прийти иллюстрация. У нас пришла задержка. У нас пришла, там, пункт-пункт, и жалобники. Задержка административного цикла. обнаружили округлое образование, однокамерное дизайометром 18 минут, пусть будет 20 метров, ну пусть 25 метров, давайте так. Что делать? Исключение беременности. Исключение беременности. Как? А зачем вы даете постольку? Мы говорим, что функциональный список – это механизм нарушения регуляции инструменов цикла. Да, мы дадим эту постольку, дадим прогестеролку, не будем называть. Дадим прогестеролку. Зачем? Понятно, да? Потому что, если там эта фолликулярная киста… Там прогестерол будет мало или много? При фолликулярной кисте прогестерол будет мало или много? Как вы считаете? Мало. Мало. Почему? Желтого ферма. Желтого ферма нет. Желтого ферма нет. Почти весь синтез прогестероном, который обладает прогестероном и обладает желтого ферма. Поэтому мы сказали, что получился большой лиминамный фоллик, который не ловит. Мы дали прогестерон, согласны? Прогестерон что сделал? Почему у нас это при иллюстрации? Почему при иллюстрации, когда пристроили кистерол? Создаться условия для секреции нормальной? Секреции чего? Вы имеете ввиду, что матка будет на фоне прогестерона? Мы сейчас показали. Чтобы четко понимать, что мы делаем. Смотрите, да? Вот мы сказали, да? Секреция прогестерона для того, чтобы... Нужен прогестерон. Есть большая фолликуль. Там очень большая фольктура. Там очень много фольктура жителей, из которых дезинстрогены. Эндометрии будут высокие. Понимаешь, да? Мы прогестерона мало. Мы здесь сделали полноценную пролиферативную фазу, но уйдет недостаточную фазу. Прогестерона мало. Мы дали прогестерон, и по принципу отрицательной обратной связи. У нас, во-первых, эндометрия набух. Правильно же, да? И, по-прежнему, мы представим, у нас уровень гормонов эстрогенов упал. То есть, когда упал, у нас тут иллюстрация. Помнишь, да? Для того, чтобы потом все-таки что-то появится. Если она не блокнет, то с ней не стучится. Она должна исчезнуть. Теперь тогда вопрос, как говорится. Вот есть женщина, как говорится, пришла к нам с кистой. Вот это на цикле, как говорится. Нам уздисты написали киста. Объем образования лечит, как говорится. В диагнозе можно написать, что киста? Ну, по МКБ-10. Или нет? Да, там есть. МКБ-10 культурная киста. Киста желтого тела и второго вероятного киста есть. Хорошо. Это будет патология? Или это будет норма? Как Вы считаете? Нет. Вот если будет не образование такого киста. Да. А вот это с культурной киста. Я сказал, это каменно-каменно образование. Это стены. Да? По МКБ-10, фарикулярная киста есть. Там есть МКБ-10. То есть мы имели право поставить. Другое дело, будем ли мы это лечить? Да. Поставим. Поставим. Другие уточненные кисты. Киста, фарикулярная киста у нас появляется ГЦ. Вот то, что мы увидели ГЦ, да? В этом цикле ГЦ, да? Это, по большому счету, незапонимание. Потому что мы видим, наверное, на нашей регуляции ГЦ, да? Если она после того, как медитрация ушла и кисты нету, это нормально или ненормально? Это нормально. Понимаешь, да? Почему? Потому что я очень часто, ну, в последнее время такого не сталкиваюсь, как говорится. Как вы видели объем образования, ощущение здесь большое, если там кастянка каменная. Все, киста и чуть ли не надо идти на операцию, как говорится. Понимаешь, да? Надо успокоить, во-первых, себя. Ну, всегда не успокоился, успокоился. Надо пациенту, кажется. Пациенты же не понимают, они видели образование, и для них киста личников, этот 92 пациентов, молодец, красный. И пока женщина нас дает до иллюстрации, она у нас посидел, она мозг нанесет себе, близким, да? Женщинам это надо успокоить, дали дефостом, сказали, после иллюстрации он не придет, и говорит, посмотрим УЗИ. Понимаешь, да? А это вот мы посмотрим. Киста не будет, это будет считать вариант нормы. А вот для того, чтобы опять кисты не появлялись, мы дадим ребенок препаратов. Понимаешь, да? А вот если после иллюстрации все-таки ребенок образования есть, тогда мы поставим кисту личников. Понимаешь? И дальше будем смотреть, какая киста функциональная, нефункциональная, генетроидная, генетроидная, генетроидная. Понимаешь, да? Вот я что-то у Вас испасибается, да? Дмитрий Ильич, можно сразу вопрос? Ну вот иногда эти функциональные кисты не считают сразу после первой менструации. Да. Они все-таки остаются. Самое главное, смотрите, ребята, из личного опыта ГЦ. Функциональная киста не называется функциональной кистой. Потому что даже если она останется, она должна что с ней сделать? Она должна уменьшиться. Она потихонечку должна уменьшаться, ГЦ, да? Бывают ситуации, когда, в принципе, даже на снижение перегустрации уровня всех гормонов, генетроидных, генетроидных, генетроидных киста остается. Бывала такая ситуация, не сработала регуляция, не сработала, но она потихонечку все равно будет уменьшаться, когда потом мы можем назначить те же самые конструктивные генетроидных. И потихонечку женщины не должны довести, самое главное, не надо делать последних много. Если киста осталась, то нам ее придется. Я всегда хочу всем нашим коллегам сказать, что оперативным яичникам, что перед тем, как порезать яичник, надо пять раз подумать, как говорится. Конечно, мы боимся онкологии, боимся яичника, но на самом деле подавляющее большинство взрыва образования яичника это все-таки функциональный риск. И вот если мы взяли функциональный кисток, взяли какой-то перерывник, эта гистология пришла, что киста же подтвердят, и это скорее всего будет в наших доработках. Правда же, да? Потому, посмотрите, мы сказали по поводу поликстоза яичников. Вот мы видим, еще давайте поговорим, что откуда у нас мы видим полусиль скверок кистоз яичников. Вот мелкие, 2-3 лимитра. Вот это мелкие, тонкие фолликулы. Смотрите, как это происходит в патогенезе поликстоза яичников. Самая основная причина – это немотивированная синтез глутонических гормонов. Вот вырабатывается, 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 и происходит супрессия фолликулов стимулирующих гормонов. Вот помню, я сказал, когда антральные фолликулы есть, как говорится, да, они начинают просыпаться под действием глутонических гормонов. И только потихонечку, там, под действием фолликулов стимулирующих гормонов, дальше будет облаживаться стимулирующих гормонов. ФСГ мало, а ЛГ много. При этом, как говорится, антрогенов в верхней границе спины, в антрогене, в норме, кажется, да. Но вот этот у нас не бездумно, как говорится, синтез глутонических гормонов при поликстоз яичников, что делать? Он активирует эти антральные фолликулы, они начинают просыпаться и расти до 2-4 мм под действием антрогена. А дальше они не растут, потому что мало фолликулов стимулирующих гормонов, и мало эстрогена. Помнишь, да? Если мы посмотрим уровень эстрогена, он будет или нижней границы нормы, или будет его мало, откуда будет его много, яичников этой фолликулы маленькие, как говорится, да, а как раз мы вот это жерелье Венеры, как говорится, яичников видим, потому что антральные фолликулы просыпаются, просыпаются, активируются, становится все больше и больше, а дальше где у нас тут ФСГ мало, правда же, как говорится, да? И поэтому у нас происходит, если мы долго не лечим поликстоз яичников, мы видим истощение вареалий зерби. Мы свежо сказали, вот сколько фолликулов заложено в организме женщины при рождении, и чем длительнее будет поликистоз, тем больше и больше истощение вареалий зерби. И кошники, ну, врачи, не любят таких женщин ГГЦ, да, потому что они трудно поддаются лечением. Эндокринологи не очень любят стимуляцию делать ГГЦ, потому что они очень трудно поддаются лечением. Собственные ФСГ, мало ГГЦ, да, если мы даем даже экзоэкзогенные ФСГ, АНГ низкий ГГЦ, у них очень часто бывает ГГЦ, да, поэтому здесь вот, я всегда объясняю, не потому что не развивается, а вот именно то, что АНГ много, фестеронов относительно много ГЦ, да, и поэтому мы видим вот это жерелье Венеры для поликистоз яичников. Вот это все зависит от того, мы должны понимать, как растет у нас эта фолликула, начиная с антрального качаево-генаптная фолликула. Можно я Вас уточню? Значит, если мы видим после операции, ой, простите меня, после УЗИ, что фолликулярная кисла не ушла, она чуть уменьшилась в размере, и тогда будет абсолютно обоснована для регуляции менструального цикла, в этой ситуации дать кофе, а не ждать еще одну менструацию и смотреть, исчезнет киста или не исчезнет киста. Конечно, лучше дать кофе. И как много смотреть? Смотрите, вопрос в том, что ГГЦ, да, ну и все-таки контрацептивы, это все-таки препараты циклического режима применения, помнишь, да, мы должны давать их со второй по пятый день менструации, желательно начать, да, тогда, когда эндогены в полипотемию гормона еще не начали нарастать. А как у нас происходит? Мы дали регистратор, пришла менструация, помнишь, да? Мы где-то после менструации, на седьмой, ну, на пятый, седьмой день, посмотрели кисту, помнишь, да? Согласны, как говорится, да? Если мы в это время еще не успели дать кофе, то давайте, наверное, его уже поздно, да? Мы лучше дадим опять с шестнадцатого дня еще раз регистратор, любой его в форме ГГЦ, да? Опять дойдется в менструацию ГГЦ, да? И с первого, со второго дня дадим контрацептивы. Контрацептив мы даже уже дадим не с целью лечения, даже если кисталл идет, а с целью профилактики образования эффектноценальной кисты. Потому что лучше, мы свяжем в ней, лучше приведем механизм для регуляции менструального цикла, когда человек в применении монофазных кистов, ничего не придумывает. Еще можно у меня один вопрос? Ну, с учетом инструкции, которая написана к препаратам прогестинам и все прочее, все-таки там пишется о том, что мы должны давать эти препараты, если мы увидим низкий уровень прогестерона. Есть ли необходимость нам обследовать пациентку при наличии функциональной кисты на уровень прогестерона? Третье, чем назначить дюфастон? Часто мы это не делаем. Просто назначаем и все. Здесь, наверное, будет обоснованное. Почему? Потому что есть, когда мы видим чистый фолликулярный кист, когда мы видим прогестерон, который может быть доказыван, если мы возьмем прогестерон, например, на 16-21-21-21 цикла. Понимаешь, да? Вот по техническим назначениям прогестинов нужно только при фолликулярных кистах. Понимаешь, да? А как перецептировать, можно сказать, при любых функциональных кистах как киста желтого тела, как и фолликулярных кистах. Поэтому, если мы понимаем, что там перед нами все-таки функциональная киста, независимо от того, киста желтого тела или фолликулярных кистов, то лучше мы сюда перецептируем. Ну, если нет вот показаний, кажется, да? А все-таки, если мы женщине назначаем лечие фолликулярные кисты кистогенами, то мы должны доказать, что у меня есть недостаточно тельный фаскал. То есть нужно проверить прокастерон? Если мы хотим патогенетически назначить не про ней контрацептивы, а гистогенетически. Потому что, если это будет киста желтого тела, все-таки ГЦД, там прогистрированные высокие ГЦД, конечно, она может и будет помогать ГЦД, потому что она будет, как сказать, переклинула шерба, чем больше прогистрирована, все-таки запустим отрицательную связь, чтобы желтый тел потихонечку упадел в ГЦД, но это все-таки будет гистогенетически терпеть. Мы все-таки должны назначать терпеть гистогенами, мы будем доказать, что у нас есть недостаточная для иммунитаза. Ну, а если мы назначим гиперстиву, мы должны быть уверены, что все-таки это функционально гистогенами, а не какая-то другая гистогенами. Смотрите, есть у нас две большие группы заболеваний, нарушения неустроимого цикла и расстройства неустроимого функции. Нарушения неустроимого цикла у нас идут по другим типам. Или аминоры или кровотечения. Это заболевания, так сказать, нарушения неустроимого цикла. А есть расстройство менструальной функции, когда вроде как будто менструации идут, но они идут в какие-то не очень правильные, по большому счёту дисфункции ящика нет такого диагноза, нет ни в МКБ-10, ничего, если мы говорим про дисфункцию ящика, когда говорят, что ящик менструальный цикл есть, но какой-то не такой же, и для того, чтобы дисфункция ящика по большому счёту сборность понятия, что есть какие-то нарушения менструального цикла, и мы должны, если ставим диагнозы сам ящика, это может быть только диагноз первый, когда у нас нет локализации, только для того, чтобы поставить дисфункцию ящика, мы должны поставить точку и расшифровать, какая у нас дисфункция ящика. Поэтому у нас есть терминология, менорогия, менторогия, менометрогия, полигонарогия, полигонарогия. И поэтому, когда мы должны ставить диагноз, если женщина говорит о нарушении менструального цикла, вот те женщины приходят к нам на приём, мы говорим, с чего жалоба, нарушение менструального цикла. Первый вопрос, по которому должны задать женщины, какой? Нарушение менструального цикла. Более сильнее и обильное нарушение возникает в регулярных интервалах. Женщина менорогия никогда не скажет, что она не обидает. Как она нам скажет? Что не обидает? Не часто, не обидает. Не часто скажет. У нас цикл регулярный, но в лёд, обильный иллюстрация. Они скажут, что обильный иллюстрация. Спросим, сколько от них? Понимаешь, да? Мы посмотрим, если она когда в лёд, посмотрим, что в принципе цикл регулярный, но очень обидный. Менорогия у нас чаще всего бывают симптомы какого заболевания? Чаще всего? Миома. Миома. Миома, да. Метрогия – это матрика в течение с нереблями коротких термонов, обычных витерарх, в децинусе. Женщина никогда не скажет, что она не метрогия. Что она скажет? То есть каждые 2 недели приходит менструация. У нас как, они не регуляют нереблями циклов? То есть задержки, то обидные. То задержки, то обидные. Может быть все института, может быть это. Это метрогия, да? Менометрогия. Ой, метрогия – это когда нам сказали, что у меня метрогия идут нормальные, да? Но я не знаю, когда они придут. Они у меня могут прийти через 2 недели, могут прийти через 40 дней. Это чисто метрогия, да? Менометрогия – это когда он скажет, что я запутал, у меня задержки идут, а потом начинается, и очень быстро все протекает. Понимаете, да? И полиминорогия. То, что мы сказали. Полиминорогия женщин тоже никогда не скажет. Что она скажет? Часты. 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 И она скажет 2 раза в месяц. Ну она 2 раза в месяц, потому что даже не понимает, что 2 раза в месяц – это на нее вообще нагреться. Смотрим у нее менструальный график, да? И смотрим, что у нее в группе через 28, через 10 дней я стал, через 21-22 дня, говорится. И бывает, иногда сказано, что у нее началось начало менструации и в конце месяца, потому что менструация, да? Но все равно, если мы посмотрим ее график, то мы видим, что все это цилипо более-менее популярное. То есть, на самом деле, частые цилипо. Это полиминорогия. И олигами на рейх. Это что такое? Как на женщине скажут? На рейх. Нет, она не скажет задержка. Она скажет, у меня задержка инструации. Правильно же, да? На 2-3 месяца. Ну и как раз олигами на рейх. Поэтому, как говорится, да? Диспункция личика, как мы говорим, это констатация факту, мы встанем точечку, и через эту тюрьму смотрят. Но мы четко понимаем, что диспункция личика – это не заболевание. Это симптом другого заболевания. И поэтому, если мы сначала эту диагноз поставили, женщины при этом смотрят, мы должны иметь причину нарушения инструального цикла, и потом поставили на основной диагноз тот, который был, когда заберем матки, гемориологический синдром, ну, не надо, не надо. Тогда нанес. То есть, теперь, можно сказать, вменный метр-оделик. Помнишь, да? Вот так он вырастает. Причем, это диспункция личика, какая-то не генеральность. Это симптом другого заболевания. И если, как говорится, ведущим симптомом заболевания является как раз нарушение инструального цикла, то здесь тоже в разноформительной терапии будет облачение монокладных и ранних перцептивов. То есть, при любой той ситуации, которую вы показали на предыдущем цикле, ой, на предыдущем сайте? Нет, но я говорю, если это будет ведущим, то понятно, если у нас в моем матке смена родителей, там мы видим, женщина требует оперативного лечения, понятно, мы лечим сначала в моем матке. Это то лечение, которое, основное заболевание, и потом, если у нас женщина не требует оперативного лечения, у нее есть инструация, то здесь можем вылететь инструальный цикл, инструацию саму, да, разрешение монокладных и ранних перцептивов. То же самое с аденомиозом, говорится, да, есть препараты, которые играют в патогенетической терапии аденомиоза, это у нас геногест. Понимаешь, да, мы можем дать его в глильном режиме, там, в циклическом режиме, в составе монокладных и ранних перцептивов, и, в чём случае, мы должны дать препараты гистогенетической терапии аденомиоза. Но если женщина, мы можем дать, например, геногест в составе контрацептивов, мы дадим им составе контрацептивов. Нарушение инструального цикла у нас кровотечение сколовых путей и аминореи. Вот это, как раз, заболевание, которое, ну, бывает, как говорится, вот это и есть нарушение инструального цикла, то есть когда или всё бежит, или ничего нет. Кровотечение и сколовых путей, я, в следующей сейчас лекции, мы сделаем гатонавито, я здесь немножко расскажу, очень скоро про кровотечение споловых путей, вот эта классификация, вернее, причины кровотечение споловых путей, это мы должны понимать, я вот одно время это убрал, потом гатонавито вернул, потому что мы должны понимать, почему у женщины появляется кровотечение. Вообще, конечно, акушеры кровотечение боятся очень сильно, потому что кровотечение повышается к этому достоянию, грубо говоря, от кровотечения женщина может умереть. Кровотечение в гинекологии никогда не бывает прохузным, практически никогда, ну, потому что маточка маленькая, сосуды маленькие, и, правильно, бежать там сильно нечем, поэтому, да, и гинекологи, честно говоря, кровотечение относится так себе, знаете, иногда их не доценивают. Самое основное, что мы должны понимать, когда мы видим кровотечение споловых путей, и в гинекологии, мы должны бояться, у нас даже не будут осторожности. Вот от онкологии, симптом, который может быть в общем-то ухудеть, женщина, как раз, может умереть. Ведь когда к нам женщины приходят, то есть, ну, с кровотечением, первое, что мы должны сделать, это случиться, конечно, одололевые беременности, да, для беременности раннего срока, а в топическую беременности, и в гинекологическую больницу. Ну, там все очень просто, да, женщины должны на переводить бета-каганчак, посмотреть, как говорится, да, ну, может, если есть, включить одну сечку. Если причины не беременности, да, то кровотечение может проявиться у женщины при любой другой, потому что вообще разные, кажется, да, это могут быть воспалительные заболевания, это могут быть эктогенитальные заболевания, например, с темой гемостаза, это могут быть заболевания другой эндокринопатологии, даже, скажем так, гипотероз червоз степени может быть у женщин протечение. Вообще, у женщины матка, это самое, наверное, ущерб такое место, ранимое, как говорится, да, там, считайте, большая, может быть, раневая поверхность, да, и любая патология у женщины, даже может быть связан с гинекологией, может быть, у женщины, да, крови стердеринги. Не говорю, что прямо на топинифре причины, ну, как в психике, а на стенах, да, причины, как мы будем связаны с заболеванием теломатки, эндометрией, да, это неоматки, эндометриоз, как говорится, да, есть и другие причины, в том числе с приемом ранг-процитивых. Женщина пила ранг-процитивой, и стало плохо, на десятой таблетке, она копила какую-то таблеточку, да, как говорится, и люди взяты отмены, она у нас за кровью, понимаешь, да? не бездумно, да, пусть бездумно, очень часто принимают экстренную протекцию, да, по стенам, там, раз в месяц, как говорится, у него тоже кровотечения, сразу же, да? И самое главное, конечно, да, это общие процессы гинитаря, в том числе злокачественного образования, как говорится, но в большинстве должны бояться именно рак эндометрии. Вот самая основная, из-за того, что, когда женщина приходит с кровотечением, как говорится, да, первое, что мы должны исключить, это микология. Понимаешь, да? И когда мы исключили все остальные заболевания, которые могут плести женщин в кровотечении, раньше было диагноз дисфункциональное матерское кровотечение, я еще раз говорю, это было раньше, сейчас никаких дисфункциональных матерских кровотечений не может. нет такого диагноза, у нас есть только аномальные матерские кровотечения. Это будет не так. Но мы должны понимать, как мы решаем, если нужна у нас кровотечения. Вот когда исключили всю органическую потолку, которую может вести кровотечения, тогда будет основное матерское кровотечение. Мы должны четко понимать, почему женщин, вернее, из-за чего женщин закровили. Конечно, да? И только от этого, когда мы поймем, почему женщин закровили, мы будем давать обеих платных генетической терапии. Аминореи. Это отсутствие менструации у женщин больше шести месяцев. Бывают минореи первичные и вторичные. Это все понимаете, отсутствие менструации после шестнадцати лет. Первичный минореи, когда у женщины не было ни разу менструации, это будет первичный минореи. И был один такой нюанс. У меня давно это было. Правда, женщина была у меня с тачным минореей подбила синдром шершерской термии. У меня там чуть волосы дыма не стало. Ну, может, наверное, быть синдром шершерской термии, но личников нет. Экстрагенов мало. Откуда у меня будет минорея, спиндометы тоненькие, да? С ней с этой девочкой мы разговаривали, пока у меня была половая близко, как говорится, да? Женщина пришла с кропичиной, как говорится, близко мазки. Понимаешь? Экстрагенов нет. Поэтому мы должны понимать, что минореи – это все-таки каталогия маски. Понимаешь, да? Вторичная минорея – это когда были мистурации, хоть одна мистурация была, но когда их больше семенцев нет, мы говорим о вторичной минореях. Первичная минорея бывает двух видов. Это задержка плавного развития и две задержки плавного развития. Первичная минорея – это часть всего хромосомного заболевания. Это дискинезилия или гинозиденовый канал. Самый, наверное, характерный признак – это симптомы седом шершерской термии. В республике Буретов достаточно часто встречается, седом шершерской термии. У нас в отделении охраны и медленного здоровья в университетном учёте 17 женщин. Почти все они, честно говоря, не тункинские или акинские. Почему? Честно говоря, не знаю. Есть синдром Кальмана, есть органические нарушения стеклянного визаторного тела. И есть в первичной миноре две задержки плавного развития. Синдром Аккетанско-Кюрсмей-Ромайя. Кстати, у нас от синдрома женщин-Кюрсмей-Ромайя тоже очень много. Я сейчас, честно говоря, не помню, потому что девочки такие очень часто эмигрируют. И у нас там 12-13 девочек стоят женщин уже. Синдром Аккетанско-Кюрсмей-Ромайя это заболевание, когда у женщины нет матки. При этом всё остальное, у неё абсолютно здорово. Как это происходит? Почему? Перед тем, как мы рассказывали о миноре, я всегда рассказывал про эмбриогенез первичной внутренней половины. Когда происходит формирование матки, первичной матки, то она происходит из двух протоков. Эксодермальный, как говорится. И мы должны понимать, что и у мальчика, и у девочек матка, ну не матка, так говорится, а первичная матка бывает всегда. Но у мальчиков есть хромосома, по которой подрабатываются антимидерфакторы, которые блокируют медиальные потоки эксодермальных протяжений, и у них маточка блокируется. У девочек, не знаю почему, или я не знаю, на самом деле нету точной патогенезы, при нормальном кариотипе происходит блокировки отростков, вследствие которых происходит промирание матки. И поэтому, когда мы с девочкой видим синдромом титанских чувств Наромаера, то девушки абсолютно здоровые, у них хорошие кариотипы у них полноценные яичники и если мы даже возьмем и сделаем пункт, там будет нормальная морфология яичника, у них будет адекватный уровень эстрогена, перестерона, у них может быть чаще всего авариальный цикл, но не будет матки, и скорее всего не будет метод для тебя влагалища. Что с этим девочкой мы должны делать? Будем назначать вититина на терапию или не будем? Как вы считаете? Нет. Мама здорово за этим. У нее нормальный гормон, ничем вот, делать не надо. Ей нужно сделать только одну вещь, как у нас. Для чего? Для чего? Чтобы она жила, для того, чтобы качество жизни у нее не страдало, для того, чтобы она полноценна, она была в полной жизни. У меня была такая пациентка, как была медсестра, вышла замуж, сделала ей пластиковую влагалищину. У меня тоже такая же, как девочки были такие, депутаты отправляем в федеральный центр, иногда здесь делаем, мы с этими девочками должны объяснить, как говорится. Они могут иметь ребенка, как вы считаете? Суррогатные материнцы, да? Могут, конечно, как говорится. У нас есть суррогатная материнца. Мы должны понимать, что они здоровые, им не нужны никакие гормоны. Понятно, как говорится, что у них хорошие яичники, что у них, скорее всего, будет полноценная циклетка, как говорится, что если ей нужно, она может иметь ребенка, только ей нужно на место лечения, суррогатной материнцы. Больше нет, ничего не надо. Понятно, да? Первичная аминолия задержка полового развития, генезия, генезия ганат. У них вместо яичников, или половые тяжелые, или неполноценный ганат. Здесь, это немножко другая тема, здесь мы должны четко у девочки посмотреть кариатив. где будет присутствовать любая гликхромосома, любая, полноценная, неполноценная, и у девочки, перед тем, как мы назначим ганат терапию, мы должны эти ганаты убрать. Однозначно, 100%. Почему? Потому что там есть гликхромосомы, гликхромосомы, там все равно, даже в этих тяжах, могут быть клетки, которые свойственны ганатом ганатом, если мы женщины дадим кэструденны, можно получить неконкологию. Если, например, и ганатомы нет, то вопрос удалять эти рудименты яичника, остается на усмотрение врача, но в любом случае им надо давать обязательно завести ганат терапию. Потому что, мы еще раз сказали, эстрогены не жизненно важны, необходимы женщине гормоны, они влияют как на ее культивную, так на ее культивную ткань. Для того, чтобы девочка полноценно развивалась, не нужны эстрогены. Первый вопрос такой, как вы считаете, синдом шерстерского первого? Мы ставим девочке ганатом, мы ставим девочке ганатом. Кроме того, что у нее идет задержка полового развития, у нее есть определенные соматические, психические стимы, как говорится, синдом шерстерского первого ставится в достаточно ранней подрасте. Для того, чтобы девочке была нормальная стабилизация, в каком периоде мы должны дать эстрогену. Как вы считаете? На что будем смотреть? Для того, чтобы девочке сейчас следом шерстерского первого, давайте эстрогену. На что будем смотреть? Ну вот смотрите, девочка прошла 12 лет, у нее есть консультация генетика, у нее есть уже до крайних семей, у нее есть генетика, у нее генетика, не работает, для того, чтобы он полноценный развивается, пусть будет полноценный, мне кажется, мне нужен эстроген. Конечно. Угод рассоздавать эстрогену? Да. А чем будет зависеть? Может от 14 лет, может от 12 лет, может от 16 лет, а чем будет зависеть? Как вы считаете? В ступик поставили. Ну смотрите, помните, мы говорили, по идее нужно назначить лет в 14, по идее, да? А идея назначить, да, назначить, потому что... Чтобы она потом и как бы и дальше... Но есть определенный, у нас такой крючок, как ГЦДА, у женщины девочки с синдромом 6, это никакого роста, маленького роста, для них рост это очень проблематично, они все равно у нас потихонечку, пусть немножко рассудят, мы не даем циклической эндомиотерапии препараты, ГЦДА, но мы должны четко принимать, у нас зона роста закрывается ГЦДА, и поэтому мы понимаем, что физиологически не нужны давать стерилизации, чем раньше, ну не чем раньше, но в возрасте, по сути, 12-14 лет ГЦДА, но мы должны посмотреть ее зону роста, пока зона роста есть, открытая ГЦДА, зона роста будет дилемма, дата стерилизации чуть похожей, или дата стерилизации от тяжести, состояния гостерина, поэтому у нас и будет тяжесть, датка стерилизации, сказать, что девушка с конечностью расти не будет, или все-таки дата на полгода возможности на децимент подрасти, и дата стерилизации чуть похожей, но это должно учитывать зоны роста, что стерилизации очень быстро закрывают. Залитуюсь, это такой вопрос. Зоны роста мы смотрим по УЗИ? Не по рентгену. По рентгену мы смотрим, да? И второй такой вопрос. Если мы видим, что зона роста открытая, как часто мы это оцениваем? Раз в год? Раз в два года? Не-не, раз в полгода смотрим. Мы раз в полгода делаем рентген и оцениваем? Конечно. Потому что, как только мы увидим, что зона роста закрывается, мы должны поморгать все кидать ей в полноценную золистинговую терапию. Но некоторые растут-то буквально до семнадцати лет? Не, ну смотрите, видите, как говорится, по полости, семнадцать лет нет, и северные шикотены, они долго не растут. Потому что у них закрываться зоны роста немножко быстрее, независимо от того, как говорится, дадим шикотен, дадим за какой-то рентген, да? Но плюс еще, понимаете, дефицит страдена соправляет любую симпатическую патологию, да? Мы не сняли, не сняли. Мы сняли, не сняли. Мы сняли, не сняли. Как только закрылись, назначили. А что ты говоришь? А? Что? Чем раньше начнут, тем... Нет, но раньше, это очень не надо запрессивировать. Потому что мы понимаем, что есть период пребребертата, как это, да? В двенадцать, в двенадцать лет он начинается, ну, для того, чтобы девочка развивалась по женскому типу, формировалась на лодочке железа, Понятно, что у них не будет в железах полноценной, пока что у них не было ни в таком виде, ни в таком виде, чтобы у них была нормальная, адекватная развивалась нервная ткань, да? Мы должны дать эстрогену. Вот это как раз-таки, дать эстрогену, дать эстрогену, дать эстрогену, или дать по коже, но для него не будет расставание с физического развития. Мы должны четко понимать, эту делу. И когда мы с мамой разговариваем, мы понимаем, что дать эстрогену, мы сгоразиваем на рост. Посмотрите, как говорится, для высокого агентства, есть нинамин, короткий или нет, в смысле соматического роста. Можно назначать вместительную гранатерапию и нечистые эстрогены? Ну, смотря с ними, можно начать с чистыми эстрогенами. Ну, что такое чистые эстрогены? Понятно, что, в заместительной гранатерапии, чистые эстрогены есть. Мы не контактивные начали, мы назначили эстрогены, грязи, в определенный теоретический рост 2 миллиграмма. Только будем давать. Скорее всего, для тех, где не скомбинированы, типа феностома, можно дариться, но вредный стопен, если есть матка, если есть железо, то есть, что у нас там есть центр здоровья, да? Мы вообще с этими пациентами не сталкиваемся. А я что поставила? А я поставила уже кровотечение. Вот смотрите, да, мы сказали, какие у нас причины кровотечения есть, классификация, нормальная маточная кровотечение. Я хочу сказать, что очень старая, еще нет, есть аномальные маточные кровотечения, даже аномальные кровотечения у нас действует на три классификации в один период. АнК и ленина в периоде, АнК и плотинового текста, АнК и крем çıktического текста. Самое главное здесь мы должны понимать, чтоBook и аномальные маточные кровотечения. Это все кровотечения, все крупные кровотечения, которые связаны с от 很у артированнойlassement и связаны с физиологическим циклом. Это не Минстурация, не Татус Tiride, всё основное это аномальные маточные кровотечения. Какие есть теоретные параметры, нормальные маторные параметры, нормальные параметры маторных протечений? Частота мастерации, грязь, мастерации, дельфовое течение, объемная потеря, ритм, полоски, достаточных множеств. И вот смотрите, по классификации маторных протечений, мы говорим органические и не органические, структурные или не структурные нарушения. По классификации ПАЛМА, по классификации КОЛЕВ, как говорится, то, что мы вам говорили, помните, то, что было раньше, классификация ГАЗА, структурным нарушением являются полипы, аденемиоз, лей-убиоматон, молекзанский плазир. Это все то, что связано с органическими заболеваниями матки или полосы матки. И не структурные нарушения, то, что мы сказали, то, что может привести к кровотечению, не связываясь с этой системой. Это каргалопатия, агуляторная дисфункция, то, что мы называли, как дисфункциональная матка, потолочные литомедии, и так далее, не классифицированные как общее, которые относятся к нормальным маточным протечениям, это, да, но если называть к структурным нарушением. Смотрите, почему называется ПАЛМА, почему называется КАН, по первым буквам, которые у нас находятся, причины этих кровотечений. Вот, честно говоря, у меня вот эта классификация, честно говоря, не очень нравится и не очень понятна. Потому что, когда мы понимаем, что мы говорим, что раньше писали кровотечение, и описывали, что там было, для меня было более понятно. Ну, МКП есть, есть, но классификация кровотечения есть, мы это не гарантируем. И мы должны понимать, что П – это полив, А – это дальний мёд, L – это мёд, как говорится, Н – это мёдомодернизация гиплазии и ДНК, в том числе, что это, или доброкателем гиплазии и ДНК. И которые являются не структурными, это кровотечения, а гультор дисфункциями, или витриальные, и причины, которые сиквенсированные выше. Поэтому мы никогда то же самое, должны писать правильный диагноз, аномальный маточный кровотечения какого период, и с комой точкой ставить причину, аномально маточного кровотечения. Болит? Да болит. Я говорю, это как бы немножко говорится, да? Если раньше было Kolleginnen и GSA, был так, сначала мы ставили диагноз, а потом как скульптим Sud toma, ставили в кровотечении, то мы сейчас ставим аномальное маточное кровотечение, а мы расписываем причину аномального маточного кровотечения – Но полип ландометрия есть в БГВ отдельно? Например, полипандометрия есть просто отдельно? Нет, смотрите, полипандометрия, если мы видим полусей, или как причину беспотекción, полип... То есть без кровотечения можно поставить полип, а если мы видим кровотечение... Да, сначала аномальное масочное кровотечение, третичка, и полипандометрия. Диктор Юрьевич, но в МГВ-10 есть ещё и другие аномальные кровотечения без выяснений причин. Есть, вот они, N-причинка с эффективностью. И не выяснений, которые раньше считали, что это дисфункциональное масочное кровотечение. Неясного генной нас пишите, и все? Мы так и пишем. Неясного генной нас пишите. Ну и L просто вставлен. Мы даже делаем правильнее, но никак ставят. I M A, I M A, I M A, I M A . А, L, как говорится. Я это понимаю. Я лично тоже не понимаю, честно говоря. Мне почетят, когда мне распишут, что это. Потому что, когда я пишу для себя, я могу понять. Когда я пишу для кого-то другого, трудно понять, что мы хотим. Но еще раз говорю, это стандарты, мы так должны их обладать. Можно я уточнить? Я чуть не поняла. Если мы ставим МКБ, то есть мы должны поставить букву П в диагнозе, в смысле это Полит, но этого нет в МКБ-10. Понятно, что его нет. То есть аббревиатуру по латине, латинскую аббревиатуру мы можем не ставить, но мы можем написать обычно на русском языке. Полипендометрия. Аномальные масочные кровотечения, это то, что мы видим, аномальные кровотечения не появляются. Мы должны выяснить причину аномального масочного кровотечения. Самое главное, вы знаете, на такой вопрос уже посмотрите, по классификациям... Нет, не включается? Ну ладно, не менее, вы мне будете должны за ассистенцию. Спасибо большое. Как вы видите, если мы смотрим по возрастным особенностям, Политовый развитие, аномальный масочный кровотечения, кажется, аномальный матетечения также предвставляются или в единина и периодах, или в паутина и в Возрасте, в некоторых периодах. Самое и наибольное, частое, как prominent латинские кровотечения? поставить аномальное матрики кровотчиня. Первое, что мы должны сделать – это решить заключенные причины. Франции, пока ты спокойныve, это, скажите про заключение. Давайте тактику. Что мы должны сделать, если поженять значит картинках? Понятно, смотреть, случилем велик��. И в репродуктивном возрасте выскоблять надо? Конечно, мы должны сделать чьи-то диагностическую искабление. А если кровотчиня occur не белый? Мы должны женщинку искабить – ну, небольшая там, Немало, но умножко. Какая разница? Я бы сказала. Зачем вы сказали? Если она травит, а эмоха будет маленькая, широкая совсем. Зачем вы сказали? Дискуссия с территорией. Дискуссия? Да. Уже сказали, есть квалификация, с глоболин, структурой подозрения. Есть ПАО. Л- это у нас малинизация. Я всегда говорю, что первое, что мы видим женщину с коротечением, первое, что у нас должно сражаться, это инкопатология. Онкологию мы на глаз не увидим никогда. Нам поставить диагноз гагестолог. Выскорость надо. И даже с целью гемостаза, с целью получения диагностики. Диагностики. Когда мы вдруг верим, что там не онкология, мы будем делать все, что будем дальше. Как этим лечить? Коками, гистогенами, все, что угодно, нам дадим. У женщин в период возраста мы должны высказать женщину. А потом уже предназначить лечение. Плюсы, присты и другие причины. Мы сказали, что мемо-пэйто-палит, не палит. Мемо-не мемо, а для мёс-не для немёс. В основном заболевание воспаления, организация, поток не доведен, выисковали, нам сказали, есть там онкология или нет. Есть там гипотетическая полосцития или нет. Понимаешь, да? Ещё раз говорю, что какая бы нервная объём кровотечения, обильная, не обильная, если у нас женщина с нормальной массой кровотечения, мы должны женщину искрыть. Единственное, как говорится, мы женщину не можем искрыть. В одном случае, когда? Какая разница? Какая разница? Онкология не может нервничествовать. Смотрите, гацидар. Ещё раз говорю, нам нужно для того, чтобы мы сделали обследование, приопсиливали гацидарь, нам дали пистолет, что там нету в кубе даже гиплазинометрия, как говорится, да? Очень часто бывает ситуация, что мы понимаем, что кровотечения это связь какого-то заболевания, полипа, гиплазинометрия, и всё чего угодно, как говорится, да? Женщина очень часто бывает так, пришла сказать, чем выисковали, истологи пришли и сказали, мне это гиплазинометрия, а женщину отпустили. Она через анниссо придёт. Гиплазин как была, так осталась, как говорится, да? И приходит к нам, как говорится, да? Если мы уже увидим, что её выскабривают, и у нас есть подтверждённый гистологический результат биопсии, говорится, да, что там нету онкологии, мы можем женщине назначить гаммоногеностаз без выскабривания, если там, как говорится, да? Но мы должны быть уверены, что у неё там нет онкологии. Вот только наличие подтверждённого гистологического результата мы можем женщине с ДМК эффективного возраста назначить гаммоногеностаз, ну, конечно, активное лечение, говорится, да? А вот дальше, потом мы определяем дальше, что есть. Полип эндометрия тоже самое. Удалив полип эндометрия, это мы не вылечили, мы остановили кровотечение, говорится, да? Через месяц полип может появиться замок. Может? Может, говорится. Гиплазия как была, так и осталась, говорится. Теперь давайте посмотрим ДМК в климатическом периоде. Дело это женщины, говорится, да? Всё, что мы говорим, преми на паузу, преми на паузу, да? А она примерно все понимает, что женщина, все боимся. Вы сказали всегда, но тут уже все понимают, что мы все боимся онкологии. Вот сегодняшний у меня случай, как вы считаете? Вот ко мне сегодня пришла женщина, 71 года. 25 лет нет инструации. Нет вообще, говорится, да? Но она за кровью. То есть, то есть, то нет. Мы посмотрели, как говорится, облюдачка, маленький, а облюдачка, нету, как говорится, облюдачка, 2 на 20 метра, 2 миллиметра. Будем высказывать или будем высказывать? И на паузу 25 лет уже. Обязательно. Да, да. Вы что? Здесь есть обязательность, если взять и вглубь, без вопросов, без вопросов. Ну смотрите, там эндометры-то тоненькие. Ну вот, взять пламень, бепсию, взять андометик, с ним он там полный. Вот андометик этот, тоже одна из отшивок, по-моему, про андометику. Почему-то тут есть такая она, то что если есть онкология, если есть будет, что у нас рак эндометра будет только на фоне на фоне практически эндометрия. Очень много мы посвящаем онкологию. У нас была женщина, давно уже была, сваленая. Два раза мы её отправляли на гистологию для гистероскопии, потому что она коробила ГГЦ. Два раза ей отказывали. И только потом, когда мы её сами чуть не вытащили, пришли, а у неё была онкология. Но хорошо это было всё в достаточно коротком промежутке времени. А как была ситуация? Женщины посмотрели, когда она закровила менопауз, посмотрели на метр тоненький. А чего у неё там ничего нету? И отправили домой. И скорее всего у неё два-три года, два, может ничего не быть. Но развивание ЗНО уже появилось. И когда она закровит, придёт уже в стадии, в которой уже поздно что-то с ней делать. Ещё раз говорю, а вот женщины в климатологическом периоде, если мы, женщины с аномалий, маточной рычаги, периодами, мы боимся, подозреваем, что, не дай бог, там ЗНО, то у женщин, особенно в косминопаузе, на первом месте, когда у них появляются какие-то коронусы алмазы, это ЗНО. И мы обязаны женщине, пусть у неё там уже, как говорится, произошло, как говорится, обтурация циррекальной канала, всё, ну делайте больше иронии. Уберите, как говорится, не получается гистроскопии, ну мы должны сделать, конечно, полноценную гистроскопию, взять папину диапсию, сделать гистроскопию, пусть там тоненьким гистроскопом, всё что угодно, посмотреть на цепь лентомет, сделать следующий участок, который вам не понравится, сделать биопсию, быть уверенным, что там ничего нету. И самое главное, после этой женщины, что дожди в том, гистроскопии? Какой вопрос вы знали? Ну, пришла гистроскопия, да, вот она, всё-таки было кровомазание, как говорится, да, мы сделали всё правильно, как говорится, правильный конкурент, ну, плюс, а правильный хирург, как говорится, мы её под нахозом аккуратно выскрели, провели уже эндометрию, как говорится, всё нормально, у неё там физические эндометрии. Что делать, если мы этим гемоклассическим новителем продуктивного возраста? Нет, извините, ну, при больной миссии, получал бабушку, да? Ну, не дай бог, ну, конечно, там, не дай бог, ну, 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 всё нормально. Да, ну, всё нормально. Обязательно, нет, сразу нужно контроль делать и через месяц, или через два, потому что мы должны обязательно сходить. Мы должны, как минимум, посмотреть ещё раз в УЗИ, и, если будет возможность, с полу года сделать АКЛИНОСИ. Да. А если нет травмам, то есть полусинтретический аплодей для метров? Как вы считаете, что это? Как вы считаете, что мы делаем? Ну, можно сказать, что мы делаем? Ну, анализ, наверное, наукомаркирование тоже. Ну, аукомаркирование у нас косвенные признаки. В норме, где у женщин после паузы метров тонкие. Ровно, говорится, да, никакой форматности. Ну, и там, видно, неплохим элементом. Да, если у нее нет ничего, мы должны женщин высказать. И высказать, мы должны женщин пить. Не пугайтесь, что у вас там рак. Скажите, как там рака может быть, выкидывается, да? Но мы должны, все-таки женщины, только кистологический результат нам дают выгодить, да? Есть там патология для метров. Вот смотрите, о репродуктивном возрасте кровотечения. На беременности не было, а вольте выкидыши тоже не было. Усказывает что? А если, например, просто отправить на мануальную вагонную аспирацию? Да какая разница? Можно, конечно, нет. Вопрос в том, что вы понимаете, что я редко высказал. Да нет, можно и аспирацию сделать. Конечно, аспирация. Мне самое главное. Нам надо взять аспирацию, когда все поправить кистологам, для того, чтобы они нам дали результат. Онкология, это зимовая патология Дометрия, нам это гистовая результата, да? У него же может быть гиплазин Дометрий. Правильно, да? Проста гиплазин Дометрия. Может быть, у него рак эндометрия. Мы же нагласно увидим, что это, правильно? Только гистологию нам могут дать, как говорится. Для того, чтобы это сделать, мы должны, как бы мы получили. Ну, конечно, можно сделать правильный биоксир. Не правильный биоксир – это такая вещь. Можно даже аспирацию, да? Получить, как говорится, отправить кистологам. Уверен, и все, можете ее, женщине, трогать. Ну, мы должны, если еще раз говорю, получить биоксир, 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 биоксир. И, я сам говорю, не просто печать, а платить хорошую историю. Зареда Юрьевич, тот вопрос, который я пыталась задать. ДМК репродуктивного, ой, ДМК, господи. ДМК репродуктивного периода делаем соскоп и получаем гипопластический, наверное. Не гиперплазию, а гипопластический. Что бывает крайне редко в репродуктивном возрасте. А вот в этой ситуации, это как раз и мы. Все-таки это как бы впервые извода было такое кровотечение. Смотрите, здесь очень сложно, на самом деле, что делать с гипопластическим гидометрием ГЦДА. Очень много проблем с бесплодивными нашими проблемами и корнями. Вот так гидометрию все близко, да, это патология гидометрия. Не гипопластический гидометрия ГЦДА. Женщина управляет сейчас очень удобно делать гистерфимический анализ ГЦДА. Есть патология гидометрия воспалительная, гидометрия гидометрия. Есть ли не гидометрия. Есть ли не гидометрия. Но, во всяком случае, здесь есть два варианта, что мы с этой женщиной можем делать. Или мы женщине даем адекватную антибактерионную терапию, но тоже это не панацея. Потому что не всегда, ГЦДА. Или мы даем адекватную заместительную гранатерапию, короткие курсы. Все-таки заместительную? Да, именно заместительную. А короткие, это вы имеете ввиду, что короткие курсы? Ну, я имею ввиду, 3-4 месяца, ГЦДА. Ну, не полгода. Все зависит от того, что мы видим, ГЦДА. Мы же не можем... Женщина хочет, ГЦДА. Ну, как минимум, 3-4 месяца делать. Потому что, если мы долго начнем, тем не сейчас, гранатерапия, девочки, мы можем получить медикаментозную кастрацию. Ну, что ей работают и лично, там, если там на Торецкой луколимочке, мы получим 2-2 миллиграмма эстрогена, как говорится, знакомый секретарь. Ну, еще раз говорю, это тоже не панацея. Понимаете, вот у нас, ГЦДА, ну, все диспектора понимают, что вот есть ЭКО. Есть высокий результативность после ЭКО, когда мы видим на фоне диско-биологии, биохимической беременности, ГЦДА, ТГЧ, очень высокий ГЦДА. Ну, мы сейчас плановым показанием смотрим эффективность до рода, ГЦДА. В норме, где-то у нас 30-35% по среднероссийскому, даже на среднем мировой, ГЦДА. Стандарт, ГЦДА, что эффективность всех инфриссур ВРТ, ГЦДА, ну, не больше, там, 40%. Почему? Все вводят в нормальную, неполноценную энциклетку. Ну, тазовый может быть нормальный, ГЦДА. Ну, все, ГЦДА. Чаще всего это патология эндометрии. Оказывается, чаще всего патология эндометрии неорганическая, а то, что мы видим, это и хронические эндометрии, или это эндометрии. Если мы уже знали, как это лечить, у нас будет эффективность. У нас не было генебернашной беременности, у нас не было убежденных родов, у нас были полноценные крови. Как это лечить? Не знаю, честно говоря, полноценные. Но у нас еще и два варианта ГЦДА. Это ЗГТ, короткий инструктор, и короткий антибиотический ГЦДА. Антибиотический вопрос, еще раз, дискутабельный. Потому что у нас есть биоцинус локализ, биоцинус матки, я иногда своим действием больше вреда наносим, чем это ГЦДА. Я, честно говоря, к антибактерной терапии отношусь очень, честно говоря, скептически. Не скептически, а очень осторожно, все антибиотики стараются из них с начала ГЦДА, но действует в недавнем порядке. Но, конечно, учитывая анализ, если не были когда-то инфекциями? Нет, мы смотрим на вопрос, как ГЦДА. Мы понимаем, что эндометрит, есть острый эндометрит, это клинические появления, когда мы видим воспаление, когда мы видим отек. Правильно же, ГЦДА? А что такое хронический эндометрит? Это не клинический диаметр, это гистологический результат. Хронический эндометрит, это мы видим фиброз эндометрия. Когда происходит замещение фиброза эндометрия видимо, фиброз облакается, все, там вроде нету эндометрия. Как его остановить? Мы не знаем. Там уже нет воспаления, там есть последствия воспаления, после воспаления хронорей, хронориоз, хронориоз, мы видим уже, чаще всего мы видим мысль эндометрии, где отсутствует функциональный свой. Вот как раз мы видим несколько количественных эндометритов, тоже нам дают историю. Ну вот сегодня что хотелось сказать. У нас еще есть, конечно, АНК в винильном периоде, но, я понимаю, это детство, мы здесь затратить не будем, или поговорим? Вот давайте, знаете, можно Вам такой задать вопрос? Ну, во-первых, огромное спасибо. Вы знаете, как вы будете понимать. Тем, тем, что я сижу и слушаю вас, Светой Юрьевич, вот есть проблема в обновлении менструального цикла у женщин постередового периода. Те, которые лактировали, у которых, после лактации был какой-то период нормальный менстру, а потом, вот, идет нарушение менструальной функции по типу опсиминорей. По принципу опсиминорей. Вот с этими пациентами, по большому счету, они уже не лактируют, и у них не восстанавливается менструальный цикл, не зависит от того, что идет второй, третий выпуск зеленого периода. Какие Вы рекомендации у вас сюда вставили? Во-первых, мы должны, первое исключить, это, органические патологии прибыта, ну, ну, синдром гипотиномии, первое, что исключить, потому что, бывает такая ситуация, что клинические лактации нету, а холотин будет высокий. Чаще всего это бывает так, исключить другие заболевания на клинике патологии, гипотириоз, очень часто бывает, да, выходит женщина кормила, кормила, все сути себя дала, да, посмотрите другие системы заболеваний, да, посмотрите, если все будет полноценно, нормально, здесь, скорее всего, можно назначить микродозированную микродозированную. Да. По поводу заместительной ганотерапии, ну, здесь можно заместительной ганотерапии короткий курс. все зависит от того, какой у него эндомир, и какие у него яичники. То есть, посмотреть в динамике, как себя ведут яичники, и так далее, посмотреть, да, иногда бывает, что, в принципе, мы помните, говорили, когда у женщины, когда хунт яичков, ну, не очень полноценный, да, я женщинам объясняю, на очень, прямо, знаете, таком, уровне бытового, что эстрогены, жизни необходимы вам гормоны, организм болезни, за синтез эстрогена, да, пропадает вторая фаза, ну, мы говорили, вторая, мало предистоя, иногда, может, усиливать вторую фазу, да, теперь предистоя, ну, посмотреть, как у вас вообще высота эндометрия, посмотрите, а плен яичников, нормально, понятно, если там все плохо, как говорится, если эндометрии тоненькие, то если мы на 11-13-13, мы получим еще больше супрессии эндометрия, говорится, и, скорее всего, женщина вообще не будет в нюнструации, говорится, там, скорее всего, можно дать короткий вкус, и синхронная терапия, ну, надо индивидуально подходить, говорится, да, и смотреть за ним. Иногда бывает, что выжидательные позиции, бывает, что девочка, там, кормила люди, и через полгода в нюнструации пришли, говорится, вроде эндометрия хорошая, выявичка нормальная, говорится, но можно дать препараты негромональные, говорится, циклические витамины терапии, посмотреть, говорить, пусть он успокоится, понимаешь, да, через 2-3 месяца они могут начать мюнструацию. Примерно, циклическая витамина терапия должна быть? Ну, я просто, мы не всегда должны, а, мы не всегда должны вмешиваться? Да, не всегда должны, прямо с шашкой на голову, начинать там вмешиваться, в гормональной геностаске, то есть, иногда бывает, исключительно, самая главная, органическая патология, уровень высокопродактивных, чаще всего, бывает, и, ну, посмотрите, что витчики были нормальные, в принципе. Вместе делаем, все зависит от того, где она находится, какая, понятность, если женщина приезжает в саки, и, вряд ли она там, через два-три месяца она приедет, как говорится, и она, наверное, будет рассказать, и может быть лечение сразу, как говорится, или с ней поговорить, надо сначала разговаривать, сказать, есть женщины, которые в саки там приезжают, сказали, что это через два-три месяца, она приедет, а если вы видите, что она, мало того в саки, а с какой он там, или он, как это, у Северо-Тайкарского, когда там еще 38 часов на век до Дерезы, ну, она в Деременске не приезжала, кто там после Деременского приедет, конечно, там надо уже более эффективные, более активные лечения сначала, а так, если она городская, но надо здесь, я считаю, что, впереди паровоза, ну, извините, зато сказал, бежать не надо, здесь надо все часы за место, и не дать. Просто мы считаем, что если женщина прекращает адвокацию, у нее уже появилась первый эпизод, была первая менструация после прекращения адаптации, у людей она должна восстанавливаться, и все, по сути. По сути, не всегда же такое. Да вот я про что и говорю, не всегда бывает. На этом фоне появляется переповышение массы тела, и вот такие нарушения уже по типу, как, ну, я не могу показать обинары. Естественно, просто понимаем, как будто массы тела, если происходит замкнутый клуб, как говорится, да, женщина набирает массы тела, потому что инструирует, а потому что она инструирует, она начинает играть массу тела. Правильно же, да, здесь есть определенная мотивация. Вот есть хорошие, мы когда женщин готовим беременность, а сегодня готовим к какому, как говорится, у нас есть определенные, как говорится, уже договоренности, где они доволен, что у нас все, как говорится, эффективность, эффективность лечения, но женщины с ожирением просто легко не берем. Не просто не берем, инфицията говорят, мы рекомендуем на достаточно жесткой форме, чтобы она следила своим весом, как говорится, быть определенным стандартам талии, без массов тела, как говорится, и поэтому, если женщина хочет, что у нее было нормальное пыл, ну, здоровье, как говорится, начинает над себя, как говорится, диета, определенный образ жизни, как говорится, помнишь что здесь следует. Давайте же, нельзя даже сама-침 спрашивать, просто сидим и разговариваем, что она кушает. Если она утром начинает с булочки с маслом и заканавливаться булочкой с маслом, то эта булочка знает такая длинная, boca лица, мы будете индиволwiadом она будем делать, вверх看看. может быть, немножечко о подростках тоже иногда думает, что у нас есть какие-то регулярные инструации, вот тоже какой подросток, с маникоков? Смотрите, по поводу для медицинских медикологов, честно говоря, у нас есть определенные схемы лечения, аномалий подросткового лечения, в одновременности. В одновременности в случае, аномальное отличие от лечения медицинского периода, это в связи с нарушением регуляции инструального процедура. У них еще не сформировалась регуляция, у них не сформировались механизмы отрицательной подсвязки, ну, дополнительной подсвязки еще очень далеко. Мы говорим про механизмы отрицательной связи, когда на уровне низких криптизал гормонов должен активаться позиция гипостей, или наоборот, как говорится. Чаще всего это это. Хотя, конечно, мы никогда не должны думать, что у девочки не может быть онкологии. Редко, но может быть, конечно, все может быть. А у них, например, кровотечение, а у них не регуляторы задержки бывают, на 1-2 месяца? Смотрите, как говорится, да, вот девочки, девочки, рози, как говорится, и мы думаем, есть и два вопроса. Есть юридический аспект, как говорится, введение подростков, как говорится, там, где-то немножко другое, как говорится, мы будем говорить, когда мы смотрим в присутствии мамы, то такие официальные опекуны, как говорится, да, ну, можем с этим поговорить, как говорится, да, мы говорим про медицинский аспект, как говорится, да. Для девочек-подростка, как говорится, мы должны его оценить, его физиологическую зрелость. Если у девочки до 14 лет, как говорится, мы должны оценить ее половую форму. Как бы, понимаете, мы не можем описать, что она женщина-взрослая, как говорится, да, мы должны оценить те показания, которые показывают ее зрелость. То есть, у нас должны, что, оценить молодой желез, глобовое волосение, как говорится, глобовое волосение, да, менструация, как говорится, да, понимаешь, да, высотный рост, вес, индекс масштаба, понимаешь, да, и когда мы вот это подскажем, мы предоставляем не цвет волос, ни, как говорится, блондинка-не блондинка, мы представляем физиологическую зрелость девочки, понимаешь, да, Бывает, что девочка в 14-е подросток, ребенок, понимаешь, да, а бывает акселерация, когда я в 14-е девочка дружила, да, и женщина, понимаешь, да, И вот это... Потому что девочки 19 лет и месячные бы не было. Нет, ну, еще раз говорю, в 19-е там уже немножко другое, это уже не подросток, и если уже хоть что, делайте это уже подросток, говорится, там уже, смотри, как женщина, говорится, у нее там будет гипостатиней, говорится, делайте гормоны, все, Можете и без болезни назначать, и вы там уже коки, контрацептируете, все штукаете, мы говорим про подросток, понимаешь, да, Здесь все-таки мы должны понимать, если эта девочка еще не зрелая, по поводу оценки половых формул, очень много формул здесь есть, Формула есть, это и Савелева есть, помимо, да, есть некое, говорится, да, ну, Савелева это вот, мы, как говорится, меня учили по нему, говорится, да, сейчас начинает американская формула, по баллам смотрится, говорится, да, Самое главное, вы должны с листьями все понять, кто предварительный подросток или уже молодая девушка. От этого будет зависеть, как его с ней будет, если она видит подросток, вы сразу подумаете, давать ли ей коки, давать ли ей контрацептирую, потому что здесь нужно прямо детски показать, да, можно, на самом деле, сделать некормональный азмостаз, некормональные какие-то терапии, как говорится, да, посмотреть, говорится, а потом начинать давать, как говорится, но если уже мы назначаем препараты, говорится, тут понятно, если коки не назначаем, то это низкодозированный, по микродозированный, говорится, да, если мы назначаем за ГТ, то это минимальная дозировочка, то коровка появится в курсе. Понимаешь, как говорится? Если это женщина, девочка, как бы она ни была, там, 14 лет, это мы по половой форме видим, что это все-таки уже молодая женщина, как говорится, да, мы можем более предстоятельно предпочинять гранатерапию. По поводу кровотечения, как говорится, у женщин девочки в винильных периодах. Ещё раз, и юридическое аспект вообще не затрагивает, потому что там есть определенные оперативные совершенненные, там есть пикулиния, пикулиния, говорится, разскробуйте или не разскробуйте девочку, как говорится, в семье, или пилюню, особенно вие по 17 лет, так говорится, да, 18 лет — это же взрослые девочки, 17 лет, так говорится, да, мы должны не относиться потому, в том, у меня в деву половой развитии, если у меня в деву половой развитии был, то мы можем ее предполезать, но при этом они должны быть в норме согласие на них. официальная ППМ, все это сделано, если у меня пипяткового уровня это у нас ВИГа, то здесь должно и решение зачарной комиссии, потому что мы предполагаем и предполагаем эту ситуацию. Поэтому интересно мы говорим, что если аномалия матушка-печиняя, реплокинового возраста и климатического периода там однозначно Скабли нам, да? То есть девочкам действия нужно сразу повернуть. Вопросы сейчас?